Так, ну ладно, давайте дутку гигантов уж не будем настолько сильно её злоупотреблять. Ох, ты ж нихрена себе, какой он резкий. Я забываю, что элитки, они, зараза, ускоренные все. Так, у нас пленчеватель, ну давайте, подождём, когда он... Ах, ты ж, зараза, так... Ну ты серьёзно, что это было сейчас? Почему он так затормозил в одну секунду и потом... Я же знал, я же помнил, как он в прошлый раз нас продамажил по-глупому, что... Ну что ж, ребят, всем привет и добро пожаловать на канал Леоми в Dead Cells. Who's the Boss? Продолжаем, собственно, проходить это обновление. Интересно, когда будет следующее? Я вот так подумал, просто не то, чтобы я как-то там спешу, просто из любопытства. Есть ли какая-то информация по следующему обновлению, там, может быть, какой-то бета, какая-то версия, что-то такое. Ещё просто вот чисто из любопытства вдруг пришло в голову. Я, как видите, сейчас в другом костюме, потому что я побегал за кадром на 4 BC. Пооткрывал костюмы, потому что некуда было клетки одевать. Немного просто тестировал. Билд, с которым мы сегодня будем играть, честно говоря, он вызывает огромные проблемы. Прошлая серия вам, ребят, вроде как понравилась очень даже. И она действительно была очень крутая, там была интересная сборочка, которая форс-мажорно пришла мне в голову практически. Ну и сегодня, ребят, собственно, долгожданный многими, наверное, убийцей великанов. Потому что мне писали о нём ещё достаточно давно. А я всё его немножечко откладывал, потому что ожидал тогда того момента в большей части, как бы. Во-первых, я хотел протестировать новое оружие. Во-вторых, я хотел открыть... Ух ты ж, блин. Начинается. Я хотел открыть свисток, потому что свисток отлично подходит в живучие билды. Собственно, так сказать, не то чтобы альтернатива этой самой... Как это? Не живой гранате. Мощной гранате. Не то чтобы альтернатива, потому что оружие в целом, они как бы для разных... Ну, эти навыки для немножечко разных целей, так сказать, используются по большей степени. Так, мне совсем не нравится, что нас здесь так загоняют, странно, в самом начале. В общем-то, убийцей великанов, у него, чёрт возьми, дьявольский дамаг в 4 раза больше примерно у него дамаг с критов, чем обычный. Но зараза у него в условии того, что это по элитным врагам или по боссам. Там обычный дамаг, ему в каком-то из обновлений, ему понерфили сильно. И он действительно у меня вызывает некоторые сложности именно в защистке комнат. Но элиток, вы видели только что, демонстративно я решил остановился ненадолго и показал, как, собственно, элитка легко выносится с этим мечом. То есть у нас даже свитков-то мало совсем, я понимаю, что элитка тоже низкого уровня. Но, типа, в большинстве случаев мне на элитку хватает просто вот одного пролёта моей полной атаки. Полный пролёт атак этого оружия состоит из 4 атак, собственно. У нас 2 идут быстрые атаки. Ну, я просто так рассказываю, может, кто-то не знает это оружие и так далее, хотя достаточно известное живучее оружие. 2 атаки вот такие быстрые. И дальше идут медленная раз и медленная два. Прикол в том, что эти быстрые атаки, они... Их ты практически всегда успеваешь использовать, прежде чем тебя враг атакует. Но, блин, они наносят очень мало урона. Этого дамага реально, как правило, его не хватает, чтобы кого-то вынести. Собственно, поэтому мне чаще всего нужно будет либо как-то парировать щитом, либо что-то ещё придумать, чтобы просто добить врага. Вот ты... Ах ты же собака-то какая, а? Одного спарировал, другой атаковал. Ну да, естественно, тут командная работа у врагов. Будем на это всё спихивать, если что. Я буду... Иногда, наверное, буду использовать прям щит выжидать. А ты, зараза-то какая. Думал, не успеет выстрелить. Иногда я буду прям выжидать щитом, потому что мне будет опасно играть с этим билдом. Дамага, серьёзно, мне практически во всех забегах, которые я за кадром делал, мне его не хватало безумно. Пойдём мы сегодня на конъюктивиуса. И конъюктивиус, на самом деле, он отлетит очень легко. Я до босса не мог никак дойти. Я всё время как-то спешил и от проклятия или ещё чего-то помирал. От каких-то просто зажимающих ситуаций. В последний раз, когда у меня был сильный забег, у меня выпало два портала испытаний, плюс ещё один из двойных свитков на этаже, на втором, был двойным с живучестью. Ох, тихо. Двойным с живучестью. Вот тогда мне дамага очень хорошо хватало, и вообще никаких сложностей этот билд мне не вызывал. Но тогда я сдох от проклятия, когда у меня тайминг этого самого неудавшегося эксперимента, он перел... ну, вернее, он вот так вот перекатился за мою спину, наверное, телепортировался, да? И мой тайминг парирования как бы слетел. Я дальше решил перекатиться, и перекатился случайно в ядовитую лужу просто. Меня долбанная ядовитая лужа в древних источниках канавок заколола. И заколола, убила просто от проклятия. Хоть яд наносит очень мало урона, такой, который от этих луж. Но чёрт возьми, проклятие на это пофиг. Давайте будем искать меч с двумя зелеными свитками. Кстати, блин, он средненький. Смотрите, 20% фуруна это хорошо, но умирая жертвы замедляют окружающих врагов, если честно. Для меня этот афикс больше плохой, чем хороший в этом забеге. Объясню почему. Он, зараза, сильно сбивает все тайминги. Если ты готовился сейчас спарировать вражескую атаку, чёрт возьми, это нихрена у меня не получается. Потому что после этого все враги замедляются, и просто угадать, когда он атакует, для меня становится дико сложно. В итоге, в большинстве случаев, тогда, когда у меня есть этот афикс, я регулярно получаю дополнительные удары просто от замедленных врагов. То есть они хоть замедленные, но по факту они для меня оказываются сложнее, чем обычные. Что немножечко так странно звучит. Немножко в голове не укладывается. Так, понятно. Ох, тихо, тихо, тихо. Спокойненько. Вообще, в идеале нам... Так, убить. В идеале нам... Ох, какие хорошие афиксы, кстати. 20% фуруна хорошо оглушают жертву. Это я, кстати говоря, забыл совсем. Сказать про этот афикс. Я просто на бумажку себе выписал некоторые моменты, которые я говорил. На самом деле, то есть вторая запись у меня. Но первая запись у меня была вчера. Я как-то у меня... Был немножечко вареный такой, поэтому у меня как-то игра особо не клеилась. Я решил перезаписать уж целиком. Ну иди сюда. И вот я себе на бумажку выписал, чтобы как можно меньше всякого забыть. У меня такое часто бывает, что я перезаписываю. В итоге забываю просто у меня каламбур мысли, как всегда. И я забываю многое сказать из того, что говорил уже. Ну ты... Не люблю я это электричество твое. Еще я очень не люблю вот этих бомбардиров, потому что они постоянно отходят. Ну ты серьезно? Как до тебя достать-то? Во, нормально, наконец-то. Так, а этот хуже амулет, чем наш? Так вот, про оглушающий аффикс, вот этот вот звездный аффикс оглушения, я как-то забыл себе выписать, потому что я забыл про его существование. Он мне ни разу не выпал. И как-то, на самом деле, я думаю, что... Я вот не совсем понимаю, насколько он нужен, в принципе. То есть у нас обычные атаки, они тоже регулярно оглушают врагов. Но не всегда, не всех врагов. Вот это надо учитывать тоже. Это нам как раз-таки похилит нас целиком. Плюс еще хворь нам сняла немножечко. Хорошо. Первый этаж в целом идет нормально пока что. Я думаю, что он закончился уж, да? Ну, вроде как, да. Так, все. Мы в магазине не покупаем биц великанов, наверное. Я оставлю пока что наш. Идем мы через тропу обреченных, потом в недра тюрьмы, а потом в древнеисточник канавы. Вот так вот. Оглушающий аффикс этот вот на звездный. Я вот не знаю, возможно, что его как раз-таки стоит сюда взять. Я просто подумал немножечко, какие в идеале нам, что нам нужно вообще искать на оружие. На навыках, на наших. Собственно, сейчас здесь пройдем, и я скажу, собственно, свои выводы. Блин, ну гранаты. Единственное, что я могу здесь взять, это гранаты из нового. Но она не подходящая. А щиты... Щиты просто сами по себе. Ну, такие себе. Хотя, может, стоит их взять. Какой-то из них. Наверное, либо вот этот, либо вот этот. Наверное, все-таки вот этот. Он, мне кажется, получше будет с отравлением жертв вокруг после убийства основной. Ну, типа, умирая жертву вставляет еды и облака вокруг. Потому что мы, в принципе, как бы практически во всех билдах удобнее всего играть именно по яду. Чаще всего я, кстати говоря, открыл новые мутации. Это инициатива, по-моему. Первый удар ближнего боя по врагу наносит до 100 единиц урона. Блин, это тактика! Тактика! Там же вообще практически нету милишных оружий, таких, с которыми хотелось бы играть. Я помню, что там убить... Этот самый, как его... Кинжал ассина добавили. Там был кинжал садиста. Но в тактике с мили играть, если честно, я не знаю. Мне как-то кажется, больше потенциал раскручивает этот цвет именно в дальних атаках. Хотя это как раз-таки, знаете, так сказать, добавило, чтобы можно было и в мили использовать. Но в мили как-то больше хочется на брутальность играть. Ну ладно. И вот эта схема, следующая атака ближнего боя, после использования навыка, наносит такой-то дополнительный урон. Это тоже подойдет, так сказать, для этих билдов, для ДПСа, в принципе. Так, а мы берем, собственно, продление страховки, само собой, некромантию и мертвого тропа там будет у нас. Погнали в тропу обреченных. А в идеале, вообще, по аффиксам у убийцы великанов, это либо, как раз-таки я думал, плюс 100% урона по яду и вместе с этим отравление врагов, либо же удары вызывают ядовитые облака или что-то такое. Взрываются, вызывая ядовитые облака. Как-то так там, что-то. В общем-то, самостоятельное использование яда и урон по яду. Либо это звездный аффикс, ну, это, собственно, звездный аффикс, связанный с наложением яда. Либо звездный аффикс на плюс 40% дамага. Именно дамага, не критов. Криты 30% не подходят. 30% это не звездные. По-моему, звездный именно на 60% критов, что ли. Но это нам не подходит, потому что у нас в целом элитки всякие, боссы, у нас должны, как бы, дамага по ним должно более чем хватать. Блин, мне бы навыки найти уже, наконец-таки. Пора было бы. Так-с, окей. Так вот, дамага с ними у нас проблем не будет. У нас будут проблемы основные, это в комнатах. С обычными, черт возьми, меня врагами. Поэтому мне нужно именно 40% обычного урона. Ах ты ж, зараза, как я не люблю неудавшийся эксперимент тогда, когда он делает вот эту свою гадость. Когда он берет и перепрыгивает через тебя. У меня все тайминги слетают. Там, например, даже у меня находился враг какой-то сзади, например, да, и спереди неудавшийся эксперимент. Я планирую спарировать его так, а он берет и телепортируется. И в меня в итоге парирование срабатывает. Я не накладываю на себя щит, и меня еще и в спину лупят. Самая такая неприятная такая момент, на самом деле, с ними. Чем меня немножко напрягают эти враги. Так, у нас тут. Гранаты. Все-таки нам дают гранату именно с двумя брутальностью. Окей. 40% дамага найти на мече на нашем. Блин, зараза, будет тяжело. Учитывая, что нам в первую очередь надо искать как бы 22 зеленых свитка. Иначе у нас на 15% просядет весь дамаг. Единственное, что я думал, может быть, если у нас выпадет 40% урона на мече на нашем, может забить на второй свиток. Например, если у нас будет зеленый-красный, то и хрен с ним. В принципе, в плане на мече, например, это будет выгоднее по ДПСу, хоть и не намного. Не, ну прилично так, но выгоднее. Хоть у нас все остальное просядет немножко, но тем не менее меч будет посильнее уже. Хотя, с другой стороны, это то же самое, что вытащить примерно то же самое, что и 15%... Ну, два зеленых свитка и плюс еще 20% с обычного этого самого. Не знаю, слушайте, как лучше поступить. Дудка-гигант. Дудка-гигант. Давайте я его сейчас, наверное... Не знаю, наверное, не стоит ее взять, знаете что? Потому что у нее постоянно чисто зеленого качества, у нее зеленые свитки постоянно будут. Их наролить легко. А афиксы там как-то особо не выделяются. Единственное, за что я в магазине сейчас плачу, это за то, чтобы получить высокий уровень этой дудки-гиганта, который, в принципе, у нас... Со временем и так мы его найдем где-нибудь. Мне не нравятся такие места, где у нас пугало мешается. Где оно мешается? Вот оно снизу. Ох ты ж, блин, как он... Как он неудачно около меня сейчас. Это все сделал. Кинул меня сюда гранату. Все. Вроде как тут расчистили нормально, так вполне себе. Так вот, давайте сначала, ребят, по порядку обговоримся все касаемо убийцы-великанов. Про дамаг я его сказал. Если мне не выпадают дополнительные зеленые свитки, хотя бы парочка, у меня будут проблемы. Возможно, эти проблемы разрешатся на более поздних этажах, когда я начинаю набирать уже проклятие целую кучу. И, соответственно, дополнительных свитков. Возможно. Не знаю. Я до туда не доходил. Дальше. Скорость первых двух атак у нас, собственно, в которой быстро ее чаще всего хватает. Это я про это уже говорил. Так, гранаты давайте поищем. Гранаты нету, к сожалению. А если отравляет врага, вот это, кстати говоря, интересный аффикс для нас. Но единственное, что меня напрягает, это отравление врага, которое есть у гранаты. Я не знаю, сколько оно отравление накладывает. Скорее всего, единицу. А единица, это, скорее всего, она быстро очень закончится. И если оно быстро закончится, то я в это отравление особо врага и подамажить-то не успею. Дополнительно. Так, собственно, сейчас я продемонстрирую вам свисток гиганта, наверное. Я хочу напугало его показать. Потому что... О, блин, ни в того. Ах, ты тихо. Как это было сейчас неприятно. Так, нет, все-таки давайте, ребят, сначала я проговорю все про убийцу великана, что я хотел. Оглушение... Окей. Оглушение, в принципе, наверное, аффикс подходящий, потому что он будет оглушать всех врагов нам. В принципе, его, наверное, все-таки тоже можно брать будет. Еще такой момент, что чаще всего, когда я тестировал, по крайней мере, когда я бегал в той части видео, которая не войдет в запись, мне чаще всего хватало вот этого вот энергетического щита после парирования для того, чтобы произвести все 4 атаки, собственно, нашего меча. Поэтому это, так сказать, очень удобно для нас будет, и нам надо как-то так узнать бы наверняка этот тайминг, действительно ли этого времени хватает, потому что если его хватает, я смогу так спокойно на боссах это использовать, на элитках и так далее. Так, ну, давай, не удашься эксперимент сюда. О, хорош. Если бы он сейчас телепортировался ко мне за спину, я бы ему не простил. Ах, ты же зараза-то какая. Энергетическое поле слетело на секунду раньше, чем я ожидал. На долю секунды, точнее даже. Убийца великанов. Нет подходящего. Но умирая жертва замораживает врагов, это, я думаю, что это один из тех аффиксов незвездных, которые меня больше всего интересуют, потому что это хоть какой-то контроль нам дает, хоть какой-то мизерный контроль. Так, у нас там были просто парочка врагов, давайте их пока не будем трогать, нафиг к ним возвращаться, в принципе. Так, что еще? Вроде как про меч я все сказал. То есть меня интересует больше всего именно урон по яду, отравление, и либо вместо отравления плюс 40% дамага и умирая жертва замораживает окружающих врагов. Замедление меня наоборот не интересует, то есть оно для нас опасно. Вот так вот, примерно вот такие у нас приоритеты касаемо именно убийцы великанов. Касаемо щита, наверное, ничего особенного. Если я парирую атаку, то у меня накладывается щит, поэтому мне заморозка врагов особо не требуется. Единственное, что я бы... Молодец. Единственное, что я бы хотел туда взять, это было дико глупо, но не будем мне это припоминать, ребят. Единственное, что на щите мне было бы кажется интересным, это, наверное, все-таки... Так, ах ты ж, зараза-то какая. Это плюс 300% дамага после парирования. Вот это, мне кажется, что, в принципе, нормально бы зашло. Еще такой момент, что мы очень хорошо, на самом деле, при помощи щита прерываем спокойно... Опа! Вы видели, сколько я ему дамага последней атакой снес? И мы нашли свиток зелено-красный, это очень хорошо. Так, амулет нам не надо такой, в принципе, я думаю. Мы нашим щитом очень легко можем прерывать нашу атаку на любой стадии даже. То есть этот момент надо учитывать, соответственно, я могу этим, как-то так сказать, немножечко злоупотреблять, стараться. Если у меня это будет правильно получаться, конечно. Но главное просто не забывать про щиты и использовать его вовремя. С этим бывают некоторые проблемы. Меня дико, на самом деле, сейчас радует, что у меня выпал зелено-красный свиток, потому что это плюс один живучести. Конечно, это минус хп, но вот сейчас мне буквально 2-3 свитка на первых этажах, они могут очень сильно результативность моего дамага, так сказать, изменить. То есть зарешать ситуацию. Касаем... Ох, тихо-тихо-тихо, что-то я задумался. О чем в следующем говорите, я что-то получил урон. Не посмотрел вообще на врагов. Ух, вовремя я убежал, потому что там бы я, скорее всего, не успел бы за время действия неуязвимости. Вернее, этого действия бы не хватило, чтобы еще и защититься от атаки этой гранаты. По поводу гранат, наверное, я скажу сначала, мощной гранаты. Ну, собственно, у нее все как обычно. Можно искать дамаг по яду, наверное, чтобы она лучше сочеталась с этим чем-то. Но это не особо, как бы так просто. Гранаты есть и есть. Она помогает нам сильно защищать врагов. Так что я чуть-чуть на флягу не нажал. Помогает защищать блоки врагов. На боссах она тоже эффективна, но не так эффективна будет, как дудка гиганта. Ну, как свисток. Я его буду свистком называть, ребят, потому что он на свисток мне больше похож. Я как-то больше к этому уже привык. Хоть я с ним до этого не бегал, как бы на запись ни разу, потому что мы его открыли буквально в прошлой серии. Но я почему-то его больше к свистку уже привык сам по себе. Ух, я уже думал, долетит до меня. И на гранате также можно вытащить отравление врагов. Это, не знаю, зайдет нам или нет. Я это вроде тоже сказал. Но, в принципе, если будет, то я и не против. Особо ничего такого из звездных аффиксов я не припоминаю, если честно, интересного для нас. Поэтому, что там брать, я даже и не знаю. Как-то выбора там особо немного. Да ты серьезно? Он мне еще и хворь накидывает. Постоянно. Буквально вот этих вот двух с половиной секунд мне не хватает той 0,5 секунды, которую забрали у меня. Я бы уже два раза, наверное, получил урон из-за того, что мне буквально доли секунды не хватило моей неуязвимости. О, какое местечко противное. Ох, там у него еще клетка. Да ты серьезно? Охренеть, что творится. Уйди, дружище! Убей это. Фууу, ну и место было, конечно. Это просто вообще неприятно как-то. То, что там было пугало, дико на меня, дико меня напрягло. И плюс еще там, эта элитка, она загрелась раньше времени ожидаемого и дала мне клетку. И целая куча врагов со всех сторон. Окружили, прям-таки, чуть не зажали. Я думал, что мы там на самом деле больше получим урона. Но в целом, все равно мы там отхватили, конечно, знатно. 59% здоровья и 4 хвори у нас есть Хворь меня не так сильно волнует сейчас Потому что мы, в принципе, ее постепенно будем снижать При помощи убийства элиток Плюс там еда пока что у нас еще есть И плюс нам, собственно, основное, о чем она не так парит То, что у нас, собственно, фляги хорошие есть Которые я не побоюсь использовать в случае чего И если что, мы просто будем тратить деньги на покупки фляг На каком-нибудь этаже И у нас с мертвого утра нам повысит нашу переносимую хворь до 15 Поэтому меня этот вопрос пока что особо так не слишком парит Потому что я даже, когда до этого записывал В той части, в которой не войдет запись Я там... Ох ты, тихо Что-то задумался опять Пропустил выстрелительный знак Так вот, я там, по-моему, пришел на третий этаж Вообще тут что-то семью, что ли, с таком и хворей Что-то в этом духе, вот Ну ты серьезно, типа Теперь касаемо свистка, собственно Я, ребята, оттягивал Теперь давайте поговорим про свисток Что это, черт возьми, за предмет? Это предмет, у которого, черт возьми, у меня дьявольский дамаг У него, по-моему, базовый дамаг Равен примерно 2,5 от мощной гранаты Или около того То есть он в 2,5 раза сильнее мощной гранаты Но у него есть целый ряд, на самом деле, минусов Которые, я честно ждал, что свисток будет эффективнее для меня У него кулдаун в 1,5 раза дольше То есть 20 секунд против гранаты, у которой 13 Конечно, в плане ДПСа по одной цели Мы все равно, как бы, дудка гиганта, она выигрывает Потому что дамаг в 2,5 раза больше А кулдаун в 1,5 Плюс еще этой дудкой гиганта невозможно промахнуться Даже если я ее использую тогда, когда Когда нет врагов поблизости У нее кулдаун, видите, что накладывается А потом сразу же снижается до секунды То есть он в никуда, у нас он не уйдет Она самонаводящаяся Она наносит урон врагу То есть наводится на врагов Даже если он стоит на другом от нас уровне Соответственно, я таким образом могу легко Даже снимать проклятие и так далее Но я настолько сильно злоупотреблять этим не буду Потому что это будет Даже по сравнению с моей игрой Это будет слишком долго По большей части я все-таки прибегать к этому, наверное, не буду, ребят Ну так только Ну регулярно я буду использовать дудку Но прям так выжидать одного врага за другим Вряд ли, скорее всего Но не знаю, пока не буду заручаться Собственно, вперед Огромный дамаг Который практически выносит элиток На самом деле с одного просто маха Я кидаю гранату, я кидаю свисток У меня элитка в 90% случаев Она ложится, если у меня уже Хоть какое-то количество свитков есть более-менее адекватное Так, некромантию взяли Долго брал, потому что Говорил, говорил, говорил И как-то не укладывается в голове Что мне некромантию надо брать или нет Точнее, немножко отвлекся на другое По поводу свистка Какие аффиксы на нем нужны? Урон по яду, собственно Отравление там тоже есть Заморозка врагов при убийстве Вот это мне больше всего интересует Заморозка окружающих врагов при убийстве Основной цели То есть Вот это меня пока что больше всего интересует Знаете почему? Потому что у свистка есть Один Одна, так сказать Сильный Один сильный уступок По сравнению с мощной гранатой Этот свисток, он не АУЕ Но это, собственно, вполне себе логично Иначе был бы свисток у нас Откуда тут появился вообще? Я только говорю, говорю Он тут появился, оказывается Я даже не заметил, если честно Свисток, собственно, это сингл-таргет По одной цели И даже если, черт возьми, по пути Встречается, казалось бы Рядом стоит просто враг И тебе по анимации внешне кажется Что дудка гиганта должна была сейчас Нанести урон кому-то еще Она, черт возьми, ее не нанесет Она бьет только по одной цели Даже если это была маленькая птичка Она все равно только одну птичку ударит Вот, смотрите А, сейчас не хочется использовать Смотрите-ка Вот, смотрите, я вот так использую Оп, тихо Окей, я хотел продемонстрировать то, что мы можем Спокойно просто какой-нибудь туман, например Таким образом снимать И вы видите, насколько мне сильно не хватает дамага То есть мне четырех ударов едва ли хватает Чтобы вынести обычного врага И вот эти рубаки, на самом деле Меня больше всего драконили на этом этаже Потому что у них атака дьявольски быстрая И они меня просто чаще всего Не реагируют на то, чтобы Спаридовать атаку их Охренеть, вот это сейчас был косяк мой Как я прыгнул вниз Здраво Поспешил, поспешил Никто не спорит Оу, 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 оу Вот сейчас начинается Вот сейчас вот начинается Просто я, черт возьми, не знаю Что я тут должен сделать Как я тут должен выкрутиться Убей хотя бы одного О, одного убили Паука Второго тоже убили, да? Фух Там было дико неприятно, конечно Местечко такое Здоровья мало 27% Нас в фаншоте не должны Блин, ну как я здраво, конечно, на шипы ляпнулся Не на эти На другие Ну как я тут сейчас не получил урона Я не понял И знать не хочу, если честно Так, у нас тут Ох, тихо-тихо Я буду аккуратненько играть Пока у меня нет такого большого количества Прямо уж свитков У меня некромантия есть Которая сколько нас хилит? По 0,45 Я думал будет немножко побольше Но в принципе нормально Это, так сказать, свитков еще мало Поэтому хилка небольшая Но все-таки мне нужно и хворь контролировать И как бы не получать особо урона И плюс еще на этом Даже у нас будет проклятие Поэтому нам надо как-то Будет его снять тоже А, ну черт возьми меня Ну начинается Начинается Так, давайте их на более Такую ровную поверхность Немножечко выведем Рубака, рубака, рубака Меня напрягает Вон, наконец-то кинули гранату Уууу Я думал, что не спорируем Я думал, что не среагируем Так, еду забрать Так, от рубаки уходим Потому что он, зараза Может даже Сквозь это самое Попасть в меня Какой трэш, конечно Ох, как-то выпутались Практические ситуации Как меня напрягают Эти пауки Потому что они слишком много Всякой дряни спавнят И я просто не успеваю Отталкиваться Отбиваться Ух Мы выжили там Вы понимаете, что С проклятием Мне сейчас в той ситуации Совершенно не хотелось бы оказываться 38% здоровья Офигеть, как дамага не хватает Так, давайте Кулак, блин, зря я использовал Он бы упал вниз Шипы были те, которые я, конечно, поцеловал Смачно были вообще ни разу не в тему Нет Ооо, как я В последнюю секунду его заметил просто Ну умри же Так, ну ладно Давайте тут у гигантов уж не будем Настолько сильно ее злоупотреблять Ох, ты ж ни хрена себе Какой он резкий Я забываю, что элитки Они, зараза, ускоренные все И он меня из этого продамажил Я думал, что он что-то как-то подольше будет Что я успею его увидеть И среагировать на него Надо было немножко заранее все-таки щит использовать Ну ладно Косякнули уже Не особо что-то получится исправить здесь Дудка гигантов Есть такой аспект в ее использовании Что она При использовании Она сначала замедляет все А потом она только появляется Почему Вот этот вот кулак Почему это так работает Я не совсем знаю Для чего это сделали Это сначала меня немножечко напрягало То есть мне было с этим неудобно Потому что у меня тайминги тоже Немножечко забиваются Но в целом это не настолько критично Потому что у тебя замедляется Как бы вся игра Хотя все равно из-за этого Можно, так сказать, проворонить Какой-то момент Так, у нас здесь кто? Не увидел А, рубака, да? Рубак я буду вот так выносить Потому что я даже не планирую Успеть сделать Третью и четвертую атаку Если я без Вот этого, собственно, щита Потому что Я этот, черт возьми Точно не успею сделать Так, у нас тут элитка какая-то С чем она была Я не знаю Но неважно Она выносится очень легко Так, мы берем этот амулет Хотя, с другой стороны У нас дополнительный Прожок в воздухе был Ну ладно, пофиг на него Он нам бы понадобился Только если бы мы пошли бы Наверное В портал испытаний Но если бы у нас он был бы Так что хрен с ним О, ну молодец Просто Ах ты ж, зараза-то какая Продамажила меня Неприятненько Сейчас произошло тоже Блин, хворь набирается Здоровье нифига не набирается То есть я его набираю И трачу сразу же Собственно, чтобы у меня Хоть какой-то был Небольшой контроль При помощи нашего Того самого При помощи дудки-гиганта Я и хочу туда заморозку Добавить Чтобы там была заморозка У цели А у нас она есть, кстати А у нас она есть Вот эта умирая жертва Заморажит рогов поблизости Именно ради этого Я хочу с ней бегать В каких-то комнатах Это, в принципе, мне поможет Еще такая тема Что дудки-гиганта Бьет по видимым врагам Если у тебя враг Например, какой-то Блин, ритка С другой стороны Мы убьем ее достаточно Легко даже Кто бы это ни был Он должен помереть Очень здраво Ах ты ж, зараза-то какая Ну, какая гадость Пошел в баню отсюда Офигеть Ну ты умрешь сегодня Или нет? Что-то я думал, что будет Все гораздо проще Я думал, что у меня будет Какая-то такая способность Простая, которую я Легко вынесу А он, зараза, так Не хотел и не хотел Все это удаваться мне Блин, умирая жертва Замедляет окружающих рогов Оно постоянно попадается Оно попадается Примерно так же часто Как и Они прерываются Атаками врагов Оно, по-моему, почти везде есть Блин, оглашает жертву Но там дамага Будет явно больше Сколько дамага у нашей? 12 тысяч будет Нифига себе И оставлю, короче, эту Блин, а у меня нет Никакой другой Никакой другой дороги Случайно Я могу туда вниз Куда-то пойти там мог Давайте посмотрим Что там будет лучше Потому что мне через ловушки Лишний раз с рукотрясом Моим ходить не хочется Есть такое понятие Кстати говоря, когда Зачастую На практике Появляется у людей Рукотряс Я с этим столкнулся Когда был на соревнованиях Спидкубинге Потому что когда Ну, головоломки всякие собираешь Одно дело Когда ты их собираешь дома И другое дело Когда ты их собираешь На соревнованиях Сразу начинаешь волноваться И у тебя результат Раза в полтора ухудшается И вот как Вот примерно такая же Фигня у меня работает С проклятием Это серьезно Это у большинства Практически такая тема есть Блин, ну сейчас Ребят, нажму на паузу Явно и дойду Короче до этого этажа До этого этажа И до первого проклятия Наверное И может Нет, не буду снимать проклятия Наверное, я его с вами сниму Ребят, тогда Чтобы просто не затягивать Слишком сильно видео А, что-то как-то Я не ожидал Что меня этот зараза так ударит Я думал, что я спрыгну вниз Поспешил немножечко Думал, что я его оглушу Ударом вниз И будет все нормально Блин, ну тогда, ребят Сейчас пауза будет И продолжим, собственно На третьем этаже Прошу прощения, ребят За этот казус Такой фей-форс Как-то я вообще не ожидал-то Выглядит так, что я не особо расстроился На самом деле Ну неприятненько так Но я так на расслабончике был Поэтому, ладно Дойдем, ребята Продолжим Пауза Так-то, ребят Ну, собственно, я дошел На самом деле Заняло достаточно немного времени В отличие от того, что обычно Потому что, ну, собственно Третий этаж Так уж далеко мы зашли пока что А сейчас у меня ситуация Стоит немножечко получше У меня один портал испытаний На втором этаже выпал И также нам попрещено Ну, как в прошлый раз Собственно, был один из двойных цветков Был чисто зеленый Ну, зеленый какой-то там По-моему, красный что ли Собственно, поэтому У меня только один Пока-что неподходящий цветок И за разы хэппула у меня маленький И даже, знаете что Я даже сохранил Ту же ошибку Которая у меня была в прошлый раз На этом этаже Я вначале поцеловал ловушку Но в этот раз Это был Моргенштерн Он меня снес просто Не знаю У меня, наверное, в процентов Не знаю С раз 40, наверное, он мне снес хп Ну, много, заразы Я этого остановить Ралли-эффектом Никак не успел Собственно, я дошел до сокровища Поэтому решил включить запись Надеюсь, что здесь не будет никаких А, я в другую сторону В другую сторону иду Надеюсь, что здесь не будет никаких Уж слишком опасных врагов Да За счет того, что у меня сейчас Дамага уже побольше О, молодец Ну, нашел кого Нашел кого ударить Турель Серьезно Я только дошел Только сейчас Бултократа Активировал А там турель была Я ее даже не заметил Я ее даже не увидел Я уже начал атаковать Готовиться, чтобы он ко мне телепортировался Я сразу усилен атакой Я его добил Вот почему я не лезу на элиток Тогда, когда У меня есть проклятие Обычно Сейчас это было форс-мажорно Просто вот Ну, блин Турель Это самое противное Что можно придумать Наверное, с этим самым С проклятием Охренеть Ну, какой косяк-то А, жесть Просто Вот это фейл Я сейчас вообще Такого не ожидал Если честно Давайте, ребята Еще раз Паузу Недолго, собственно Я продержался Так сказать Про, на самом деле Руки гиганта Вот это вот Про вот этот кулак Можно аж мемы, наверное Составлять Блин, я так описание Не покажу Потому что написано Что он атакует Самого сильного Самого опасного врага На карте Но самого опасного По мнению гигант Такая оговорочка Можно, наверное, просто По приколу Знаете, так составлять Он бывает Мух, камикадзе Выносит Прежде чем Выносить реально опасных врагов И можно так По приколу сделать Нарисовать там Несколько элиток Например, каких-то там Там всяких опасных врагов Там рампейджеров Вершителей судеб Там, не знаю Големов Вообще так по угару Просто всякой каши-малаши Которую только можно придумать Намешать И нарисовать одного зомби И подписать подпись Типа такой И угадайте Кого ударит рука гиганта И следующий кадр Такая она бьет Зомбаря обычного Я понимаю Что это, конечно Не так сработает Но просто по угару Так Мне кажется На фоне этого Можно было поугарать Я понимаю Что она в первую очередь Она бьет элитных целей Но я не думал Что она так близко находится Я думал Что она лничевателя Сверху ударит Ну ладно, ребят Мой косяк Сейчас опять в паузу Куда ж без этого, ребят Прошу прощения Еще раз Так, ребят Ну и в этот раз Прошло на самом деле Уже приличное количество времени Я собрал такой Забег Так скажем Ну Свитков на самом деле Много 15 свитков Потому что выпало Два портала испытаний Единственное Что я абсолютно не помню Был ли двойной свиток На втором этаже Красно-зеленым Или там фиолетово-зеленым С одним зеленым Типа цветом Так надо посчитать Два красных у нас Да, значит был один Судя по всему Окей В общем-то Дамага вроде как много Я надеюсь Что этот В этот раз Меня проклятое сокровище Не сольет Надеюсь, что Элитки мне не попадется Черт возьми Так, сейчас я Поудобнее геймпаду Хвачусь А то он у меня опять Я так Футболкой его накрыл Специально Чтобы было потише слышно И до него немножко неудобно доставать Так, я опять Ни хрена не вижу Кто здесь что творится А, я здесь Я здесь был Понятно почему Здесь никого не видно Собственно Так, аккуратненько так Без Фанатизма Ху-ху-ху А вы уж думали Я сейчас сольюсь, да? Я тоже так на самом деле Успел подумать Так, я в эту сторону Не пойду, пожалуй Там легендарка находится Соответственно Там враги все забафаны К черту У них здоровье будет Просто мама не горюй Так, аккуратненько Что ты Вот я опять Я хотел сказать Я подготовил Я подготовил Какую-то уже речь О чем-то я хотел рассказать И только начал записывать Сразу забыл Да, я потерял Очень много здоровья На самом деле Меня Вот был у меня Один косяк такой Блин, вот элитка Один косяк у меня В предыдущем этаже Был связанный Как раз таки с С чем? А, с неудавшим экспериментом Точно Это то, что как раз таки Охренеть Третий портал испытаний За этот сит Можете, собственно, ребят Мотать сит на уст Так сказать себе Я буду очень аккуратно, ребят Сейчас, потому что Мне серьезно Я как-то Спешу, спешу, спешу И туда-сюда В итоге Пытался побыстрее Дойти до этого момента И дох по дороге Неоднократно Блин, гранаты хорошие Но Свитки не те у них Так, я держу в этот раз Щит себе на готове Если что Надеюсь, что я на Метателя ножей Какого-нибудь форс-мажорного Случайно в этот раз Не наткнусь А ты не хочешь ко мне Тут это самое, да? Не хочет Так, у нас там Паук Паука И паук Блин И через паука-то Придется идти же Там еще линчеватель А я могу Кноп Кноп А я не могу Нажать гомункулом Так, а давайте тогда Вынесем его так Не будем уж в этот раз Уж слишком так Злоупотреблять Значим Это в прошлый раз У нас заканчивался Один враг остался Все, давайте убьем Метатель ножей Хотел сказать Так, метатель ножей Знаете, что? Сейчас я подожду Прошу прощения, ребят Если кому-то Это не нравится Тем не менее Я хочу сделать Максимально надежный забег Так сказать Потому что для меня Важнее все-таки Не пробежаться Как-то там Быстрее А Не слиться Не слить хороший Так сказать Сид Потенциально У которого Реально много всего Сейчас мне станет Немножечко поспокойнее Уже Проклятие мы Наконец-то сняли Это, блин Проклятое проклятие Какое-то Как масло масляное Потому что Серьезно Я на нем Два раза сдох Два раза сдох Почему так Оба раза Отметатель ножей Верно? Или нет? Нет, второй раз Я сдох от элитки То есть я меня убил кристаллами Блин, я думал Что я добью Ну ладно Так, тихо-тихо-тихо Чуть-чуть Да, кому? Да, понятно, да Кого будет бить нас Иногда Наш Наш кулак гиганта Я понимаю, конечно Что он бьет Как бы В первую очередь Врага, который Находится рядом А в вторую очередь Уже кого-то там Ищет сильного И зараза С пауком бывает проблема Потому что если птички Обгоняют То паука Не получается так вынести Вовремя Так, ты пошел в баню Так, а там что? Ой, ты же лидка Давайте сначала Сундук посмотрим Что у нас здесь В сундуке у нас щит Щит у меня какой-то стартовый Да, вообще Можно в принципе поменять Давайте поменяем А, да Продать-то нельзя Продать-то нельзя А у нас там Идать ножей А у нас тут два рубаки У нас там два рубаки Да, ну вы видите Что дамаг Просто дьяволь Кстати, с двух рубак Да, да, да Вот краски Получилось продемонстрировать Это двойная лидка Она выгодная Потому что из нее Может выпасть Два сиропа от каши Как видите Раз И, собственно, второй Вот Так, яд на вас не действует Вот это, кстати говоря Поможет на следующем этаже Надеюсь, что мы до него доберемся Кстати, я посмотрел на карте В крематории Оказывается Путь, на самом деле Через крематорий Если брать Ну, то есть там Как бы промежуточный этаж Если сравнить крематорий И древний источник канала То древний источник канала Являются немножечко выгоднее Но проблема в том Что, собственно, после Крематории Идут дальше Соответственно, другой босс Там только выход на привратника Соответственно, там будут дальше Этажи другие И вот по ним, судя по всему Будет, скорее всего, выход Именно через крематорий Все-таки в итоге выгоднее Потому что Эти самые Как и деревья на сваях Это один из Ну, по-моему, самый выгодный этаж Из тех, которые идут После первого босса Так, крит урон там Что-то там Не прерывается так И врагом Слушайте, по-моему, это все-таки Везде есть у всех Убийц великанов Этот аффикс есть Шестерка По-моему, он примерно Такой же, как у нас Давайте возьмем Поменяем Пусть будет чуть больше Просто дамага Или там больше аффиксов Не знаю Не присмотрелся Вроде дамага было больше Окей, пусть будет Но вот в древней источной канаве Если смотреть Там также Три свитка тройных А нет, стоп Не-не-не, наоборот В крематории Три тройных свитка Один двойной И плюс еще Два проклятых сокровищ И шанс, по-моему, 33% Что ли Встретить сокровище Проклятое дополнительное А в древних источных канавах Отличие в том Что у них все то же самое Но там Свитков тройных На один больше То есть там все Тройные свитки Ох, тихо Вот если бы я даже стоял бы здесь Он бы, зараза, до меня достал Это я знаю Этот враг, зараза, бьет Через некоторые препятствия Вот так вот иногда Как мне не нравится этот паук Прикол в том, что С этим мечом, смотрите У него дамаг по элиткам Настолько большой Что на самом деле Элитки, по факту Выносятся примерно Старки же Количество ударов Как и обычные враги Вот в чем прикол Ну, блин И, кстати, на конъюнктивисе Мы, скорее всего, будем все Ах, ты же, зараза-то какая Я думал первую атаку Его спарировать А я отлетел слишком далеко И не получилось это сделать Ох, как это было неприятно И форс-мажорно Конъюнктивис, на самом деле Я С этим билдом Я был на нем один раз Собственно, в той части видео Которая не войдет в запись Ну, в той, которую я снимал Еще до этого И Он, на самом деле Очень легко выносится Главное просто Не паниковать И контролировать Следить за всеми щупальцами Просто внимательно быть Поджидать нужный момент И стоять просто в одном углу Так, сначала мы берем Меч, наверное Ищем Так, меч Мира, жертвы, стрелы И дает облако Но нам нужно не это Нам просто вот это Оно будет работать на врагах С одной стороны С другой стороны Это будет работать Против куч врагов А куча врагов Мне с меча бить не особо хочется Да и в принципе Блин, восьмерка, хотя Восьмерка неплохо Не знаю, брать стоит этот меч Или нет Я бы Вроде как Меня с одной стороны По поводу боссов Париться не надо С другой стороны Афиксы в основном Например, по урону По отравленной цели Или что-то такое Но в основном Будет работать на боссах Потому что на врагах В большинстве случаев Это не успеет Либо раскрыться Либо просто такой ДПС Не нужен огромный Так, у нас Пленичеватель Ну давайте Подождем Когда он Ах, ты ж зараза Ну ты серьезно Что это было сейчас Почему он так Затормозил В одну секунду И потом Я же знал Я же помнил Как он в прошлый раз Нас продамажил По глупому Что Он слишком резкий был И в итоге Он меня просто Настигнуть успел Сейчас я заранее сделал Это он взял Остановился передо мной Это из-за того Что там была Этот самый Как бы такая Платформа Через которую Можно было вниз прыгнуть Или что Почему он так Замедлился В одну секунду Так, я могу вот так Смотреть На самом деле Дико помогает Особенно когда Есть проклятие Чтобы делать Некоторую Так сказать Тоже разведочку Ну и плюс еще В порталах испытаний Это в принципе Помогает тоже Ох, тихо В порталах испытаний В принципе тоже помогает Чтобы каждый раз Чекать гомункулом Уху-ху-ху-ху Это было сейчас Немножечко напряжненько Так, а мне тут как Надо пройти Как-то наверное Вот так Главное Слишком далеко Вниз не падать Как я люблю Моргенштерны целовать А вот вы бы только знали Просто это как Отдельный вид искусства О нет О нет Я обычно В этом Так, вставай Зачем они нужны? А, окей Аккуратненько Аккуратненько Так, вниз посмотрели Это все Конец должен быть уже Конец Я хочу конец Какой-то долгий портал Испытания На самом деле Как это произошло Вы видели? Как я от того Моргенштерна Не получил Удар по щам Я говорил, что я обожаю От них получить удары Это просто как Отдельный вид искусства Как ты Изощрение получишь Пороже Пороже Ты булавой Вы видели? Как я сейчас Мог получить Это просто было Вообще Чудом Просто как-то Избежали дамага Так А тут А тут тупик, да? Ах ты ж зараза-то какая Мне предусловно Возвращаться этим же путем Так Из мертвых врагов Появляются кусаки Давайте продаем Наверное что-нибудь Из этого просто И все Нам ни то ни другое Особо не требуется Так, все Мы закончили Нет, не закончили Нифига У нас здесь в эту сторону Можем пойти Стоп Что за А, это легендарка Я такой думаю Как-то меня Стриггерило сначала Что там какой-то другой Предмет нарисовал Ни хрена себе Мы его выкинули Нормально так Просто это легендарка же Легендарка Скорая света Скорая света Мне наверное особо не нужна Блин Какие проблемы Сейчас будут С этим пауком же Надо знаете что Надо просто Вытащить отсюда Чтобы он не получал Защиту от этого От этой легендарки Потому что Вот этот деф Который Дает легендарку Он зараза Дьявольски много дает Просто в 2-3 раза ХП у врагов увеличивается Они просто По хп Для нас становится Сложнее элиток На самом деле Дольше умирают Кто остался А, маленькая птичка Да Маленькая птичка Это не страшно Скорость света Блин Как бы я ее не обожал Я кстати до сих пор Ничего не придумал Со скоростью света До сих пор Ничего с ней в голову Особо не пришло Где можно сделать Такой билд С которым она будет Как так сказать Одним из основных Составляющих Так мы семерку Семерку можем взять В принципе Она 20% Обычного дамага И она в принципе Сильнее Как-то выглядит Почему-то А почему Смотрите Критический удар Плюс 30% Оно как будто бы Как будто бы Оно не учитывается В этом бонусе Либо Либо это такая Большая разница Между шестеркой И семеркой Я не знаю Ну ладно Окей Типа я в любом случае Беру Показывает что Она по всем параметрам Собственно лучше А наверное да Это наверное Такая большая разница Там же было 175% урона И 200% урона Да это такая Большая разница Была просто между Разноуровневыми Оружиями Так это берем Ох ты ж блин Четыре хвори Не хватает только лишь Очень мало Очень мало Так мы что из этого берем Что из этого нас интересует Убийца великанов Вроде как нет Граната наверное Интересует Ага Интересует Щит тоже интересует Если бы он попался Нам с этим самым С плюс 300% урона После парирования Но к сожалению Не хочет попадаться Так теперь Не забываем Что мы идем Не в крематоре А идем в древний источник Канавы Именно туда Нас сегодня интересует Дорога Правда дальше Нам придется Силий быть через кладбище Скорее всего И вот с кладбищем Могут возникнуть Проблема Еще у меня С кладбищем С триггерила Надпись в карте Собственно Которую я нашел Потому что Мне написали В прошлый раз Комментарии То что Напоминаем Что Напоминает Что мне надо выписать Где Сколько всего встречается А я потом Короче Нашел просто Карту В группе Вконтакте По игре Карту С описанием Всего Где что Находится Это дико Удобно И там написано Что на кладбище Шанс проклятого сокровищ 250% Это как понимать Это типа Там два проклятых сокровищ 100% попадаются И еще одну На 50% шансом Или как Там не написано Что они находятся За дверьми босса За дверьми босса Но там другие Эти самопрепятствия Это именно Просто написано 250% шанс Почему-то Очень-очень Когда так странно Смотрим Неисточный канал Ят на нас не действует Насколько я помню Единственное Что я все равно Не хочу с проклятием Вступать в лужу яда Потому что вдруг Она все-таки Как-то Вроде не должно Посчитать Потому что нам урон Не наносится А это ключевая особенность Но тем не менее Я не хочу это проверять Как и то Что комбо не сливается Скорее всего Скорее всего Не будет сливаться Но все-таки Лишний раз По яду Ходить не хочется Ох Нифига себе Мы тут дамага Стоп А что так много Это 7С 7С Это много типа Да Потом как-то вынесли Червяка При помощи Просто щита Нам урона Аспарирования хватает Сколько урона Аспарирования 1550 Почему так мало Урона Аспарирования Но он Дамажит Не знаю Как будто бы Как убийца великанов Со всей этой самой Со всей своей атаки Ох ты ж Блин Как хорошо Я упал туда Ох Офигеть Щупальца конъюнктивиуса На самом деле Для меня будут бич На этом этаже Ах ты ж зараза Я что-то не ожидал Что он сейчас появится Так Сколько вас тут Они меня так напрягают Они такие проблемы вызывают Особенно с проклятием Опять же Не успел перекатиться Кулдаун переката Не сработал Еще мне написали Как правильно Уворачиваться на коллекционере От Его собственно Вихри в стороны Это надо Оказаться Коллекционеру подойти И через каждый перекат Перекат вот через коллекционера Тогда мы будем Собственно Игнорировать Вихри И не попадаться под них И нам хватит тайминга Для перекатов Как-то так Потому что Просто перекатываться В сторону коллекционера От вихрей Не получится Потому что ты будешь Постоянно врезаться В следующий вихрь Так Сейчас Главное Просто Не наткнуться На щупальце Какое-то Форс-мажорное Так Так А здесь Тупичок Тупичок Нам не подходит Так Вниз Опаньки А там Этот самый А там Линч Ой Как Около Сажатель Так Мух вынесли Кто Ах Ты же Зараза Какая Так Правильно Понял Да Он тут Дружище Пошел В баню 19 свитков На самом деле Более чем Достаточно Для того Чтобы Победить Конъюнктивус А теперь Главное Просто За него Доцепеть Я думаю Что у нас Есть шанс Даже Без получения Урона Его В принципе Вынести Потому что Он С этим Щитом На самом деле Очень приятно Контриться Я бы Также Проверил Как Гигант С ним Бьется И как С ним Бьется Коллекционер В первую очередь Мне очень интересно С щитом Попробовать Коллекционера Если честно Вы посмотрите Ваншот Элиток С одной Обычной Атаки Ну она Как бы Я понимаю Что она была Третья по счету Где Амулет Вот он Третья была По счету В атаках Поэтому Она была Сильная Но тем У меня Дамага Очень много Но этот Дамаг Именно Опять же Меня Триггерит Вот все Таки Тот момент Что я Не знаю Здесь Есть ли Ограничение По дамагу Возможно Что все Таки Его нет Что просто 99 Тысяч Дамага Это просто Пишут Внешне А на самом Деле Разница Дамаги Есть Если Так Тогда Нам Есть Смысл Как бы Бафать Дамаг До ума Помрачения А так Просто Получается Так Что мы Этого Кап Дамага По элитным Врагам И боссам То мы Его достигнем Очень рано Мы его достигнем Буквально Не знаю Через пару Этажей Может быть Но все Таки Наверное Этим Не ограничивается Иначе Это было бы Как то Странно Потому что Тогда Не знаю Я вот Не знаю Без понятия Если кто то Знает Точную информацию Буду Собственно За нее Признателен Потому что Информацию По механике Именно работы Такой В игре Я особо На википедии Не наблюдал Если честно Так Ну Когда я готов Вот я говорю Когда я готов К парированию Меня никаких проблем Не вызывает особо А так вот Знаете что Я же не дорассказал По моему Как у меня была Ситуация с коллекционером Ой не с коллекционером А с неудавшимся Эспериментом На В одном из Собственно забегов Пока я доходил до сюда Как 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 меня Какая подстава Произошла Вот он опять Использовал Это сам знаете Когда я собираюсь Парировать его А он берет И припрыгивает Он это сделал Из-за этого Меня продамажила Одна камикадзе Птичка Потом подлетела Другая В общем-то Меня пустили По кругу Меня Блин Опять это выражение Дурацкое Которое не совсем Уместно Наверное В этом контексте Да ты Я шпарировал Я шпарирование нажал Вы серьезно что ли Охренеть Меня тут разнесут Просто В щепки Такое количество Врагов Я же нажимал На парирование Я же нажимал На парирование Я походу Вот опять же Когда толпа Очень важно Уследить за всем Хотя бы за одним Каким-то таймингом Уследить Лучше за тем Который идет Самый первый Но как это тяжело Если, конечно, получится продемонстрировать А то я так сейчас говорю, что это все очень кайфово А на деле получится, что не так все сладко, как кажется И на самом деле, по поводу дудки гиганта, вот я думал На самом деле, мне было бы с ней гораздо проще обращаться, если бы она Либо у нее был бы короче кулдаун, либо было бы у нее меньше намного дамага, допустим, в полтора раза, да? Но при этом она ауешила Это было бы намного проще, но это бы сделало просто замену, опять же, мощной гранате очередную Просто альтернативная такая штука, которая используется против комнат А вот и, собственно, с двумя свитками граната Гебаб пока что я брать не буду, наверное А так получается, что у нас, собственно, кулдаун дольше Как это было близко И получается так, что это оружие чисто против элитных врагов и против боссов отлично заходит Причем, заметьте, такой момент есть забавный, что И убийца великанов, которые отлично заходят против элитных, против боссов И, собственно, рука гиганта, вот этот вот свисток Они оба выпадают с гиганта И это оба оружия, они примерно одной цели назначения, так сказать Это как бы все понятно, но Просто такой забавный момент И все-таки, наверное, ребят, мне кажется так, что, возможно Был бы смысл какой-то брать что-то одно из этого То есть у меня сейчас проблемы именно с врагами Но при этом с элитками у меня нет проблем ни как с ближнебойных атак Ни как с навыков С боссом должно быть аналогично И может быть есть смысл, типа, если я беру, например, убийцу великанов То брать навыки, которые больше подходят под врагов То есть, например, с мощными гранатами гораздо Не то, хотел гранату кинуть, ну ладно С мощными гранатами, например, гораздо проще врагов вычищать То есть зонный врагов Потому что, собственно, АОЕ эффект Плюс она еще быстро кидается Куда? Я хотел золото забрать свое драгоценное О, ради 750 монеток чуть не пожертвовал собой Ну мы, кстати говоря, нашли конец этажа уже Единственное, что я не хочу пока туда идти Ну потому что у нас еще пропитая сокровища Здесь как минимум одно осталось А как максимум тут еще свитки наверняка есть где-нибудь А сокровища, кстати, я вот сейчас так заболтался И я совсем забыл, что, блин, мне сейчас как оно попадется Тогда, когда у меня уже этаж закончился Будет обидненько Хотя у меня всего один ключик пока что есть на руках Вон там свиток силы, например Давайте пока наверх сбегаем, наверное Что из этого нас интересует, в первую очередь? Интересует ли что-то? Дудка гиганта Стена убийцы великанов Мощная граната Сейчас, подождите, у меня в глаза разбегаются уже Что нам из этого нужно? Дудка гиганта низкого уровня Можно ее взять, например, поискать Вот она слева Шестерка Она из такого же вроде продается Так, план не удался Хорошо Собственно, и у меня была идея такая Что, может быть, лучше бы зашел Например, мощный арбалет Который более такое универсальное Стабильное оружие Знаете, которым просто Достаточно медленно проходится Но все ровненько и плавно Приятный такой геймплей Правда, единственное, что я как-то Все-таки меня напрягает То, как его порезали не дамаг Даже, а его скорость атаки Но вроде как с ним все равно Можно было бегать Но уже не так эффективно Не знаю Я бы побегал с чем-то еще таким И еще, кстати, я видел такой билд Забавно очень На тактику он был Но у нас тактики, в принципе, давно не было Я бы этот билд сделал в следующей серии Если бы не одно но Там используется щит Да, в тактике используется щит И щит использовался как раз-таки тот Который единственный с тактикой И он у меня не открыт Это щит, который попадается на последнем этаже Это как-то громовой щит Или грозовой щит Что-то такое Я этот билд видел Постом в группе ВКонтакте Это с волшебными ракетами С крыльями Ворона По-моему, то ли с одним крылом Ворона То ли с двумя крыльями Ворона Если честно, я забыл Может с одним из волной отрицаний Может с двумя Я не помню Ну, в общем, кто, собственно, сидит в группе Тот, наверное, сразу понял, о чем я имею в виду Кто не сидит, собственно Расскажу немножечко поподробнее Так, берем про Крылья Сокровища Это суть в том, что волшебные ракеты В этом билде Они как бы Это такое оружие, которого Наводка на врагов Практически под 90-градусным углом Самое производится И Крылья Ворона Это штука, которую я никогда не использовал Вообще, кроме тех моментов Когда я еще играл Без особого режима На совсем, ну Без клеток босса И так далее Когда я брал все подряд И тестировал А так, в билдах Я не знаю, где это использовать Потому что Ну Как бы С них не очень удобно вести атаку Как правило Плюс еще В принципе Мне непривычно было Ими пользоваться Плюс еще У них долгий кулдаун Дьявольский долгий кулдаун был А в этом билде Получается так Что ты можешь с них Спокойно вести атаку А Крылья Ворона По сути тебе дают Сейф-зону Где просто До тебя никто Практически достать-то не может Вот такая вот тема Мне эта идея понравилась Плюс еще со щитом То есть ты Ну Побольше чаще Там щит используется Чтобы просто прерывать Атаки врагов И что-то в этом В этом духе Босса в том числе Так, мы идем сюда Я надеюсь, что у нас еще враги остались А то это будет Косяпор На самом деле А, ну да Враги остались Очень хорошие враги Так, с этим врагом Мы пока что подождем немножко Все-таки я так уж Я уже пожалел Что пару раз поспешил Поэтому сейчас Я бы хотел этот забег Все-таки довести Немножечко до ума побольше Так, тут проблем никаких Нету вроде как Я щупалец остерегаюсь На самом деле Щупалец и Метателей ножей у нас нету, да? А кого еще тогда? Щупалец по большей части Вот сейчас как появится щупалец Я же запаникую И получу от него удар По щам сразу же 8 проклятий Но я думаю, что мы еще найдем Это количество врагов Если нет То в принципе на конъюнктиве У нас особых проблем не должно быть Главное не паниковать на нем И Главное не паниковать И просто На щупальцах не слиться Тайминги Так сказать Это сам парирование Не сбить себя случайно Ух, тихо-тихо-тихо Кого ты, блин, ударил? Не того Ууу Вот это было сейчас опасно Кстати говоря Как я через Эти яйца решил перепрыгнуть Так, мы сняли проклятие Охренеть Нормально я ляпнулся вниз А у нас дамага Причем с этого падения уже много Потому что свитков-то много Он скелится от свитков любых В принципе Это как без цветного качества Считайте Так, убийцы великанов берем, да? Наверное, да Ага, сейчас берем Если был бы еще хоть один достойный Так, все Мы сняли проклятие Мы Завершили вроде как с этим ташом Нет, мы не завершили еще У нас еще была где-то элитка Вот тут была, да? Вроде тут Наверное, надеюсь Что мы ищем от элитки? Амулет получше Может быть Не знаю Может пригодится Кто это у нас? Не страшно А где? В смысле? Я его гранатой вынес? В смысле? Дамага гранатой даже хватает Для того, чтобы его снести Нифига себе Вот это я что-то как-то не ожидал Если честно совершенно Ну, я как бы не против Нормалек так Все Завершили мы совсем вроде как здесь Так, а ключи? А ключи есть у нас один еще Окей, погнали Потратим тогда этот ключик И пойдем на конъюнктивусы Надеюсь, что бой с ним будет Просто замечательно пройдет Возможно И получится его без получения урона убить Хотя, возможно, что не получится Будет видно Так, давайте здесь, наверное, возьмем денежку Просто или что? Или рисковать все-таки искать что-нибудь еще? Гранату что? Что нас интересует? Щит давайте поищем, наверное Если попадется щит С плюс 300% дамага по По спорированию Я бы его взял Даже если бы он был ниже качества Но, к сожалению, он не попался все равно Так, у нас все У нас Мы запаковались по полной программе У нас 6600 здоровья не очень много 9 хвори Сколько? 9? Нет? Нет, по-моему, 8, да? Короче, так 3, 3 Нет, вроде 9 хвори У меня просто в глазах уже все мельтешит на самом деле Ух Вроде мы должны между фазами Переключать конъюнктивусы моментально Ну да, дверь закрыта Блин, 5 врагов не хватило А я же мог их найти на этаже Возможно даже Я как-то не подумал поискать даже Ладно, обидно 219 тысяч золота В принципе, нам этого достаточно Чтобы уже просто фляги даже покупать Если понадобится Я боюсь больше всего именно проклятие И... Да, наверное, только проклятие Именно с ним у нас основные проблемы Так, постараюсь, ребят, я сейчас парировать Суть такая, что еще, смотрите Я узнал, что, оказывается Щупальца после какого-то обновления То ли после этого То ли после Какого-то предыдущего, не знаю Они больше не могут Делать свою двигающуюся атаку С той стороны С которой ты находишься То есть я стою здесь А этот щупальца Начнет двигаться Только с противоположной Оно не сможет отсюда Начать двигающуюся атаку Так, они ускоряются Надо про это не забывать Мне, в принципе, чаще всего Будет хватать Времени с парирования Пока этот щупальца тут находится Ох, как это было рядом Для того, чтобы вынести его Но когда они уже там Уху-ху-ху-ху-ху Вот это было неприятно, если честно Я его гранатой так быстро перевожу Из стадии в стадию, что ли Или как Так, вынесли раз Вот так я, собственно Зажимаемся в углу просто И долбим их Вот сейчас начнем с сложности Могут начаться Опаньки Ах ты ж, зараза-то какая Бесполучение урона Мой конъюнктивюс Офигеть, как они меня задраконили сейчас Просто с разных сторон На меня нападали Неудобно было Так, раз Вот вы видите, какой дамаг Вливает просто наша Мне кажется, или Мощная граната сейчас В дамага больше вливала, нет? Или столько же Мне так показалось На секундочку Давайте это засечем В следующий раз Постараемся, по крайней мере На хп босса, собственно Посмотреть Нужный момент Так, парируем Вот было бы у нас плюс 30% После парирования Было бы у нас Точно мы бы щупали Успевали бы убить, наверное Скорее всего Ах ты ж собака Но единственное, что Лучше всего Чтобы, конечно же Вот эта атака 300% Она срабатывала Именно на последней атаке Нашего Нашего меча Смотрим на здоровье босса Раз Мы с гранатой Часов сможем добить? Нет? Нет Она реально столько же Дамага наносит Серьезно Вы видели, сколько дамага? Там явно разница Не в два раза была сейчас Обратили внимание на это? Смотрите Разница здесь В два с лишним раза, верно? Разница по факту Была вообще не такая У нас По аффиксам Разве что Мощный гранат по горению Бьет больше А, смотрите Тьфу Тогда понятно Дудка гиганта Напалмом поливает врагов Мощный гранат Дает урон По горящей цели Может быть Из-за этого Либо у меня Других вариантов Если честно нету Почему Мощная граната Била сейчас Столько же Сколько Свисток Ну ладно В общем-то Не будем На день Пока что Заморачиваться Возможно Что я какой-то момент Не учел Если же Может быть Я все учел И вы тоже Так же в супоре Как и я Не знаю Но я просто ожидал Что дудка гиганта Будет существенно Сильнее Чем мощная граната Даже С этими Тридцатью Процентами Должно быть Явно Видна разница А я как-то Ее сейчас Не заметил Может быть У меня есть такое Предположение Что По боссам Есть ограничения На Дамаг Судара Хотя Я видел даже Гифку Где Конъюнктивиса Чистые ваншотили Чистые ваншотили При помощи плети Вальмонта Если не ошибаюсь Еще до того Как ее По-моему Дамаг уменьшили Что ли Там как-то Забафили Очень сильно Дамаг по конъюнктивису При помощи Темных сил По-моему И при помощи Вспышки И просто Сваншотили его Поэтому даже Не знаю Но сейчас Мне показалось Что-то такое Было Ну ладно Собственно Кладбище Я в дремлющий храм Идти не хочу Там свитков Как-то меньше Чем В Деревья на своих Во На один меньше На одно Проклятся Кройчись Не ошибаюсь А кладбище По крайней мере Не знаю После него Моев заброшить Скепп Пойдем Ну Кладбище На самом деле Нет Просто Просто Здесь враги Не такие Неприятные Хотя На самом деле Вот эти враги С гарпунами Они Дичайшие Проблемы Вызывают у меня С этим билдом Прям в особенности Я часто Не успеваю Ударить Так Тихо Нормально Так Просто Ого Нихрена себе Замораживает врагов Врагов Чьи удары Парировали Замораживает Жертв Вокруг Еще плюс 300% Дамага После парирования Вот это Идеальный щит Судя по всему Ребят Мы щит До конца Нашего забега Сегодняшнего Мы уже нашли Так Вот и что С этим врагом Делать Вот как Мне к нему Двигаться И вот Его я не представляю Как надо убивать Мне кажется Просто за секунду До смерти Я спас Свою шкуру Это было Очень черт возьми Меня близко Так Я чувствую Что вот этих врагов Надо убивать Либо только Подходить к ним Сразу же И бить их После Краски Парирования щитом Либо я не представляю Если честно Как еще можно Потому что По другому Они По другому Я к ней Не могу приблизиться Нормально И Моего дамага Не хватает И скорости Атаки Не хватает Чтобы произвести Нормальное количество Ударов Давайте Подождем О как молодец Подождал Подождал Упал вниз Случайно Я хотел сказать Этой самой Как его При помощи Дудки гиганта Вынесем пугало Мне нужно Нормальное место боя Потому что Меня тут загасит Просто Опа Я спрятался Я в домике Хотел От пугало Вынести И как-то Пошло все Так сказать По одному месту Я случайно Оборвался Просто Я случайно Упал отсюда Жесть Как я потерялся Мне нравится Как это срабатывает Мне нравится Как срабатывает Когда у нас Спрекозел Собственно Подрывник Пытается Пикирующую атаку Произвести И ему На встречу Сразу же Такая рука Гиганта Летит Просто Выглядит Смачно Смачно Эпично Вот На самом деле Хорошо У нас С дамагом Тогда Когда мы С обычных Ударов С двух Обычных Ударов Первых Ударов То есть Убиваем Врагов Вот тогда Это означает Что у нас проблем С ДПС Нету Вообще Это значит У нас Все отлично Но это Собственно За счет Того Что у нас Было И всякая Вот Аффикс По горению Я это Обычно Игнорирую Потому что Там бонус Не настолько Большой По сравнению С другими Охренеть Я про это Забыл уже Нормально А мы ключ Взяли Да Там Бонус К дамагу Не настолько Большой Идет Поэтому Я про это Забываю На самом деле Там как бы Есть аффиксы Такие Которые Например Разливают Напалм С ядом Такое Чтобы срабатывало Знаете Чтобы оно Обеспечило У меня Этим Бонусом Без убийства Врага Чтоб оно Работало И на боссах В том числе Это мало Где есть Это только Если отравление Врагов Или просто Или найти Еще более редко Это По моему Еще более редко По крайней мере Пошел ты нафиг Со своей ногой Это собственно Чтобы Атаки По врагам Вызывали Ядовитые облака А вот С напалмом Все найти Нелегко Очень То есть Разливание Напалмов При ударе Мы обеспечим Плюс 30% Дамаг Ну то есть У нас Плюс 30% Дамага По горению Будет работать То есть Обеспечить себя Таким способом Очень легко На самом деле Так У нас здесь Какой-то сундучок Какой сундучок Стопудово Он будет Какой-то необычный Да Стопудово Он будет Какой-то Слишком проклятый Так Ну Нет Нет Обычный Смотрите Как обычный сундук Мне кажется Проклятые сундуки На этом этаже Они находятся Просто в основной Частье этажа И спавнится 100% Два сундука И третий С шансом Скорее всего Что-то вот так Я не совсем Это уловил Этот момент Я хоть карту И нашел Но Вот конкретно Именно на этом этаже Там написано Немножечко непонятно Для меня Оказалось 250% шанс Не знаю Как это понимать В общем-то Ладно Так А мы дверь уже нашли Нет Нет Не нашли еще Так А у нас кебаб Был где? Нет Кебаб Был только ядовитый кебаб Нормально К сожалению Не встречалось А вот собственно Эта дверь Для прохода дальше 27 свитков У нас все очень хорошо В плане дамага идет По боссам Опять же И мне нравится Как еще враги у нас улетают После звездка гиганта О, это что? Это кебаб Хорош Кебаб нам пригодится Но потом Так Я помню Что почти всегда После вот этого прыжка вниз Здесь идут шипы Я не знаю Это специально так сделано Сделано на генерации Или это Так практически Всегда везет Так Птички я слышу Молодец Просто надо было Атаку произвести Я пытался Ралли эффектом Сейчас Я хотел Ралли эффектом Достичь врагов Китать что я Я вот здесь пробегусь Немножко все таки Без проклятия Ралли эффектом Пустался найти врагов Восстановить хп Но К сожалению Ни одного врага По дороге мне не встретилось Так Давайте кебаб заберем Так Блин какой косяк Вы видели сколько нам Я хп снесла 64% С одной птички Меня просто напрягает Я знаю что Вроде как скорость Атаки хватает Чтобы птичку вынес С третьего С третьего Этого удара Но черт возьми Когда ты видишь Что перед тобой Уж мигает бомба Тебе так и хочется Перекатиться И ты понимаешь Что вот птичка Это один из немногих Как раз таки Видов атаки Вот этот взрыв Который Не игнорится Когда-то во время переката То есть перекат Тебе не дает Полной неуязвимости Как это во многих играх От тех же сюрикенов В порталах испытаний Это тоже не спасает И от чего еще От шипов Наверное не спасает От шипов Если на них перекатываться То вроде как тоже Мы мгновенно получаем урон Блин Икать начинаю иногда От большого наверное Количества времени комментирования Так мы берем гранату Или как Наверное гранату Да Ох какая граната Там большая При использовании Создает щит Вот это может Пригодиться Если я в какой-нибудь Заднице полной Использую гранату Меня это на время Защитит так сказать Давайте наверное Возьмем эту гранату Мне кажется Она будет лучше У меня в принципе Деньги не особо Есть куда тратить Если у нас будет На этом этаже Повар с флягой Адекватной по цене То можно в принципе Ее даже купить Я думаю Вот здесь я спешить Вообще не хочу Потому что тут враги На самом деле Для нашего билда Возможно стоит Больше Как так сказать Больше внимания Уделять Правильности пути Я не знаю Для чего беру эти клетки Потому что К них тратить некуда У меня коллекционера нету Только я наверное смогу Их потратить Только если я пройду Собственно коллекционера Так О чем я сейчас говорил О чем я сейчас говорил А так вот Наверное стоит выбирать Путь тщательнее Для себя Потому что например Вот этих вот с гарпунами Мне выносить В таком билде Вообще Неприятно То есть с ними Есть некоторые сложности Туда вниз Я прыгать не хочу Там И прыгунок этот Безумный А так У нас внизу что? Внизу у нас платформа Еще одна Руна паука Руна паука Я знаю что там должен был перекатиться Но я не ожидал такого косяка Охренеть Как я не люблю ловушки Как я не люблю ловушки Особенно с проклятием У нас все так было хорошо У нас так было много дамага Пока напогнали в дейлик завершим Завершим дейликом что ли ребят Ну сейчас скажу Мне с этим билдом Играть дико тяжело Мне не хватает дамага В основном именно на врагах И плюс еще большинство врагов А у меня проблемы с тем Что не хватает скорости нанесения Скоростью ударов То есть вот так Возможно я бы больше Все таки сосредоточился В таком варианте Не со свистком гиганта А с мощной гранатой второй Все таки оставил бы ее Сейсмический шок Наверное мини универсален С ним наверное сложнее Все таки пользоваться Наконец-то прогрузилась Дремлющий храм Испытание Меч воздаяния Что это такое Блин вот самое отстойное Условие нанесения крита Если вас ударили В последние 80 секунд Это же вообще Такое себе Погнали с этим Попробежимся Блин ну вот это капец Какой сейчас косяк был в конце А мне так сейчас Непривычно еще Со скоростью атаки Этого оружия С чем мы будем играть В следующий раз Я не знаю Я бы поиграл с тактикой Билд который я собственно озвучил Который мне понравилось Как он выглядит Ну так необычно Я такое сочетание Раньше не видел Тоже хотел бы попробовать Но у меня этого счета нету К сожалению И я его Я бы мог его Открыть за кадром Но я не знаю Сколько у меня времени На это уйдет тоже И насколько это получится Потому что Мне считаете На пятый этаж Ой на последний этаж Надо пойти Мне все время Хочется сказать Пятый этаж Вместо последнего Блин дайте мне Штуку эту забрать Хотя бы так Мне туда идти что С этим сам Как его Вот это возьмем С гранатой охотника С гранатой охотника До последнего этажа Тащиться Что-то как-то звучит не очень Я конечно за кадром Мог бы это сделать Какой-то Дико медленный забег Например устроить для себя Чтобы точно открыть Этот свиток Иначе Его открывание Может затянуться сильно А так Я вот сейчас Я как раз таки не знаю С чем я в следующий раз Буду играть Я обычно каждый раз Не знаю Хотя в этот раз Я собственно догадывался Что хочу попробовать С убийцей великанов Убийцей великанов Какой у меня Собственно вердикт Не то чтобы я как-то такой Чтобы я правильно Как-то мог вердикты ставить Но Мне все-таки После нерфа Кажется что Мне не хватает Дамага на нем На врагах обычных Либо я не понимаю Как правильно его обращаться Ну как бы это Это само собой Я кстати говоря Знаете что забыл Я забыл посмотреть Где у нас босс вообще Ой как он далеко Я кстати не знаю Как здесь игроки Набирают столько очков Как-то они То ли огромное количество Врагов должны убивать То ли я То ли я вообще не знаю что Кстати с пугалом Можно что-то Попытаться придумать Тоже я как Ни разу с ним Ничего такого не пробовал С мощной турели Тоже было хотелось бы Так сказать Поиграть с чем-нибудь тоже С каким-то такими Навками Черную дуру Хотелось бы открыть Тоже и с ней Побегать Здесь еще масса Всего такого С чем мы не бегали Толком Потому что я не знаю Даже билдов В которых это Так сказать Они были бы реально в тему Я знаю что В большинстве билдов Можно допустим Один навык Какой-то заменить На что-нибудь такое Рандомненькое Но где это прям таки Будет хорошо использоваться Я не представляю Знаете что я темную силу Наверное не буду брать Она наверное все таки Звучит для меня хуже Чем эти турели Они для боссов мне Для босса мне На В этом режиме Я думаю что зайдет лучше То что у нас сейчас уже есть Вот видите Когда играешь В баскетах босса Вообще Не паришься По поводу получения урона Тебя бьют Тебя бьют Тебя бьют У тебя здоровье Не уменьшается практически Какой кайф На треугольник нажимаю Молодец У меня же должен быть там щит Попробуй теперь От этого отвыкнуть Знаете ребята Сегодня вообще не получилось Далеко зайти Было черт возьми Дико много фейлов На самом деле Ну Бывает и такое Бывает Не всегда так все гладко получается Я рад что прошлая серия понравилась Надеюсь что это все таки тоже Ребят вам понравится Хоть она и была Такая косячная С моей стороны во многом Я пробовал играть С убитой филиганов Мне кажется что просто Наверное Надо либо две мощные гранаты Брать Либо Либо не знаю То есть у меня получается так Что Антиэлитки Ну против элиток Против боссов Все замечательно вообще Я могу вообще не трогать На самом деле этого босса Давайте уж побьем Ну ладно Ай Хотел прикатиться Не дождался тайминга нужного Так вот Либо Брать что-то вместо Убийцы великанов Что-то Более такое универсальное Для комнат Я не знаю Даже если честно С ним прям Реально мне тяжело играть То есть это оружие Которое Милишное Которое Медленное Потому что оно собственно Из живучести И Дамага его на обычных врагах Мне не хватает Если честно 890 место Я не знаю Как они столько очков набирают Я проверил один раз за кадром Я пробовал быстро Пробежаться до босса Очков мало идет Скорее всего Они убивают очень много врагов И при этом еще Не знаю Не знаю Наверное очень много врагов убивают Либо находят какие-то сокровища что ли Без понятия Просто любопытно Не то что меня это особо парило Но так любопытно просто Собственно с чем мы будем играть В следующий раз Я не знаю Слушайте Честно Если так подумать С фейерверком хотелось бы Что-нибудь возможно Это через тактику Возможно В следующий раз Ребят будет тактика Потому что у нас ее давно не было Кстати говоря Я бы еще быстрый лук протестировал Я бы смотрел С чем его можно использовать Но у него урон от критов Тоже большой идет Было бы любопытно Возможно Попробовать стоит его Но вот я не знаю Стоит ли например Делать Попробовать два быстрых лука Брать в руки Или в этом нет особого смысла Просто у него стрел Достаточно мало 15 стрел Не знаю То есть Начиная с третьего После атаки Он начинает критовать Возможно Быстрый лук возьмем А что к нему вдобавок Я уже не знаю Если честно Что еще может ему пригодиться Нотательный нож Нет По скорости атаки Мы ничто не сможем С ним поставить На одну клавишу Лук и бездонный колчан По-моему Вообще бесполезная штука Какая-то Он Им прямо Дико неудобно пользоваться Головешки Можно поставить Чтобы просто поджигать Врагов дополнительно ДПС вливать Не знаю Собственно Ребят Будет видно Посмотрим в следующий раз Хотя Можете предлагать Свои варианты Собственно Я бы хотел узнать Что-нибудь с фейерверком Как еще с ним Можно поиграть Что с ним Можно такое придумать В штуках Хакута Это очевидно Что он будет хорошо играть Мы это уже проверяли Мне это уже писали Такой билд А мне просто интересно С чем еще он Хорошо будет сочетаться Так В общем-то Ребят Будет видно Что у нас будет в следующий раз С щупальцем конъюнктивуса Я ничего Мне в голову не приходит Честно Вообще ничего Я не знаю Им так неудобно пользоваться Я просто теряюсь с ним А на это Привет На сегодня все Хоть и была такая фейловая серия Надеюсь Что она вам понравилась По-моему Было много забавных Уселых моментов Хоть и это были В том числе и сливы Но я думаю Что в целом нормально Попробовали С убитой великанов Честно Мне тяжело с ним Непривычно Медленно По Проблемы в комнатах Увеличиваются На боссе Зато С конъюнктивусом Одно удовольствие Я думаю С гиганта Было бы тоже одно удовольствие С коллекционером Скорее всего тоже Потому что В нем У него много атак Таких Которые очень приятно Парировать Но на комнатах У меня проблемы Например В общем-то Ребят На сегодня с этим все С вами был Леми Надеюсь Что вам все-таки Понравилась эта серия Ребят Подписывайтесь на канал Если это так Если еще не подписаны Потому что Она не подписана Уже в районе Больше 50% Короче Я точно не буду говорить Сколько там 56-58 Я точно не помню просто В общем-то Ребят И Оставляйте комментарии Стараюсь всем отвечать И оценивайте Видео Ребят Не забывайте Это сильно Очень сильно мотивирует меня И также помогает канал В развитии И огромное Ребят Спасибо всем За активность На канале Потому что Канал растет Вовсю На самом деле Практически каждый день Кто-то подписывается Бывает там И по 5 И по 7 человек Подписываются за день Я просто охреневаюсь Сейчас из этого Тихонечко движемся За последний месяц Подписалось По-моему Ровно сотня человек За август Офигеть Просто На самом деле И Рад что Негатива Либо нет Либо его Крайне-крайне мало В общем-то Ребят Всем Спасибо за просмотр Еще раз Всем желаю Хорошего Отличного Позитивного настроения Такого же Хорошего Удачного дня Всем еще раз Ребят Удачи И до новых встреч Всем пока Пока Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова